Генерал Нижнекамской стройки именно так называет Евгения Никифоровича Королева. Не только его соратники и коллеги, но и более молодое поколение. Он не просто строил, а созидал. Начинал он с Дальнего Востока, работал он и в центре России. И вот пришлось ему создавать город на Нижнекаме. Кстати, Дальний Восток он считал школой своей жизни. Город Комсомольск-на-Амуре – это одно из его первых творений. А вот воплотить свою мечту, построить город без окраин, он смог, когда приехал в Нижнекамск. Евгений Королев был очень чутким человеком и смог собрать вокруг себя команду настоящих профессионалов. Он со всеми здоровался, он со всеми общался, он знал всех бригадиров по имени, отчеству, по фамилии, даже состав семьи. Никакие запросы у этих бригадиров. Бригадиры – это основа стоп на стройке. Но в то же время Евгений Никифорович был очень требовательным руководителем. Курировал очень много вопросов и к каждому из них подходил очень щепетильно. Вот как о строгости Королева вспоминают бывшие коллеги. Вопрос задают. Скажите, пожалуйста, самый хороший пейзаж Нижнекамской, это 67-х, восьмых годах. Какой пейзаж Нижнекамский? Отвечает. Это, говорит, спина уходящего Королева. Умело применяя все свои знания и таланты, под руководством Королева были возведены заводы нефтехимического гиганта. Шины и завод сданы в эксплуатацию турбины ТЭЦ и сотни тысяч квадратных метров жилья. 14 ноября – это не только день рождения легендарного человека. В последнее время он считается днем уважения всех первостроителей города. Александр Комаров, Максим Липин. Новости НТР. Александр Комаров, Максим Липин. Новости НТР.